Спорткомплекс «Олимп» накануне принял участников открытого международного турнира по боксу в памяти Анатолия Морозова. Высокий статус мероприятия, уже ставшему традиционным, придал приезд спортсменов-боксеров из Российской Федерации. Всего же к моменту торжественной церемонии открытия турнира буквально в считанных шагах у ринга, территории предстоящих поединков, в строгие парадные линейки выстроились порядка 200 спортсменов, представляющих также разные регионы Беларуси. Достаточно высокая популярность бокса в городе Бресте, она была всегда. У нас очень большое количество в городе проживает действующих, бывших мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, участников Олимпийских игр. Поэтому говорить о том, что бокс был непопулярен, наверное, не стоит. Но в последнее время, да, действительно, очень много уже взрослых, не только молодых, взрослых людей, действительно, приходят в спортивные залы в вечернее время, то есть после работы, и занимаются, увлекаются боксом. Потому что это действительно, это моторика, это работа дыхательной системы, да, это работа сосудистой, сердечной системы. Ну вот, это своего образа даже фитнес, если этим заниматься, в том числе на любительском уровне, я не говорю на профессиональном. Поэтому популярность есть. Виталий Щерба пожелал на открытии турнира участникам удачи и духа соперничества, тренерскому штабу, правильно выбранной тактики, зрителям большого спортивного праздника. А после начался первый бой. И вот на ринге в правом синем углу уже находится представитель Белоруссии. В красном – российский спортсмен. Мальчишкам всего 14-15 лет. Но, несмотря на такой юный возраст, их поединки не менее зрелищные, чем взрослые соревнования. Приехали многие области, приехала также Россия, Москва, Архангельс. Я думаю, что сильные соперники, поэтому расслабляться не думаю и только побеждать. Для спортсмена моего уровня приехало немного профессиональных, но вот для новичков, которые только хотят выступать, самый хороший турнир. В глазах каждого юноши готовность к выходу на ринг, а у организаторов и тренеров гордость за своих учеников. Ведь каждый их подопечный обладает теми качествами, которые обязательно должны быть присущи боксеру. А иначе в этом спорте успехов добиться невозможно. Хороший боксер, ну, прежде всего, должен быть стабильный и психологически устойчивым. Это тоже немалое качество, которое спортсмен, выходя на ринг, должен уметь совладать с собой, чтобы достигнуть какого-то определенного результата. Ну, а в целом, все как обычные качества, физические качества, скоростные. На данный момент, ребят, много остается в спорте. Главное, их правильно привлечь внимание и завлечь к этому виду спорта. И это хороший наркотик спортивный для того, чтобы имели стимул дальше идти к своим соревнованиям, к какому-то результату, который себя поставит. Скорость, количество ударов и комбинации, атакующую и оборонительную технику боксирования ребят, как всегда, оценивали судьи. Но, к сожалению, не все показали высокие результаты. Но это спорт, и здесь даже при неудачах важно уметь понять ошибки, чтобы добиться дальнейших побед. Уровень наших ребят тоже достойный. Но, наверное, если сравнивать с российскими ребятами, немножко не хватает нам опыта. То есть, выездных каких-то соревнований. Поэтому, я думаю, что мы обязательно это догоним. Но, я думаю, соревновательной практики все же нам немножко не хватает. Но у них и конкуренция больше, страна больше. Но, тем не менее, наши ребята не уступают. Впереди еще три соревновательных дня. Победа и поражение, как сказали спортсмены, не главное. Главное – извлечь для себя опыт.